Брест объединил болельщиков из четырех городов. В ближайшие три дня, с пятницы по воскресенье, все внимание будет направлено вот сюда. Это дворец спорта Виктория. Кстати говоря, именно к нему рано утром подъехали болельщики Виктора. О, это было замечательно. 32-часовое выступление, так сказать, автобуса из Ставрополя через всю Россию и половину Белоруссии в Брест. Замечательно добрались. Для Ставропольцев это самый дальний выезд в истории. Около 30 часов на автобусе. Песни, игры и домашняя еда в дороге – прямо-таки семейное путешествие. И вот они здесь, в Белоруссии. Около 150 человек погуляли по замечательному Бресту и на арену смотреть гонбол. Виктор бьется с чеховскими медведями, которые в этом сезоне сенсационно остались без трофеев Кубка страны и Суперлиги. Напор и злость логично бросили на сиху, но и Виктор в этом сезоне без медалей. Пока что. В первом тайме команды по очереди выходят вперед, и все-таки медведи, благодаря вратарю Дмитрию Павленко, идут на перерыв с преимуществом в три мяча. В первых атаках второй половины выручают вратари, а потом снова обмен голами. Андрей Беляев после повреждения героически возвращается в игру, а его настрой возвращает всю команду. Эльцинский продолжает забрасывать, а Станислав Тритынко тащит важный семиметровый. И вот за 12 минут на табло снова ничья, но она опять меняется в пользу чеховцев.